Это новости в студии Алла Аксёнова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Уступи дорогу. Раза четыре перевернулись, а да, я сегодня не помню ничего. Что происходит на Омских улицах, когда выезжают машины с сиренами и маячками? Щемит грудь. Заболевания возникают у людей на фоне переохлаждения. Куда бежать, чтобы потом не было мучительно больно? Урок с огнём. Это очень опасно. Чему детей научили пожарные? А также, что говорят врачи о вспышке менингита в Омской области и последние данные о закрытии юбилейного моста. Грозит ли омскую эпидемия вирусного менингита? Сегодня этот вопрос в топе многих средств массовой информации. Опасения связывают с тем фактом, что за сутки в инфекционной больнице у пятерых пациентов подтвердился вирусный сирозный менингит. А Федеральный Роспотребнадзор разослал в регионы предупреждение об опасности роста заболеваемости осенью этого года. Речь о вирусе Эхо-30, который пришёл в Россию из Китая. Как и любая интервирусная инфекция, в группе риска дети и люди с ослабленным иммунитетом. Как нам пояснили в региональных ведомствах, речи об эпидемии в Омске нет. Сейчас пик заболеваемости и показатели выявления менингита в это время примерно одинаковые на протяжении многих лет. Воспаление мозговых оболочек, как бы там ни было, это серьёзный симптом. Несмотря на то, что дети, которые у нас находятся на лечении, после люмбальной пункции, которая имеет как диагностическое, так и лечебное значение, детям, в общем-то, на третий день, можно сказать, уже самочувствие их улучшается и не страдает. И дети готовы, как говорится, и прыгать, и бегать. Но, тем не менее, заболевание действительно очень грозное, так как это воспаление мозговых оболочек, и требуется полупостельный режим и соответствующее лечение. Основные симптомы любого интервируса – высокая температура тела, которую крайне трудно сбить, головокружение, рвота и тяжесть в животе. При любом из симптомов необходимо вызвать врача. Вирусом можно заразиться через прикосновения, немытые фрукты, грязную посуду или воду. К теме здоровья мы ещё вернёмся. А пока... Сегодня мэрия Омска сообщила точную дату, когда закроют на ремонт юбилейный мост. Это произойдёт 7 октября. Соответственно, с этого дня на участке остановят дорожное движение всех видов транспорта. Ограничение будет действовать до 30 мая следующего года. Об этом также сообщает администрация. 8 месяцев, пока длится ремонт, водители будут вынуждены объезжать юбилейный мост. Для облегчения дорожной транспортной ситуации власть отремонтировала 12 дорог в центральной части города. В частности, завершаются работы на улице Тюменской. Дорогу сделают двусторонней, чтобы транспорт мог уходить из центра на Фрунзенский мост. Добавлю, что реконструкция юбилейного предварителя обойдётся в 330 миллионов рублей. Строителям предстоит заменить все элементы мостового полотна. Сегодня на Красном пути произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. Никто не пострадал. И как раз сегодня всех водителей вновь призвали пропускать автомобили экстренных служб и соблюдать правила дорожного движения. В городе обсуждают недавнее происшествие у Меги, когда машина скорой перевернулась. Тему продолжит Евгений Нифанов. Это кадры очевидца. На Красном пути скорая вылетела навстречу и заехала на тротуар. А на прошлой неделе торопившиеся к пациенту медики и вовсе перевернулись. Это ДТП у торгового центра Мега вызвало большой резонанс. Поэтому сегодня представитель ГИБДД Юрий Шевченко приехал в городской пресс-клуб со заявлением. Оба эти дороги в транспортном происшествии произошли из-за нарушения требований права дорожного движения. Как водители автомобиля скорой помощи, так и дороги участников транспортного происшествия. В настоящее время проводится проверка, будет до нас ответствующая акция. Но вместе с тем, хотелось бы напомнить, что водители автомобилей, оборудованные специальным световым и звуковым сигналом, имеют право, согласно разделу третьего права дорожного движения, отклоняться от требований права, но опять же соблюдением мер безопасности. Кадры последствий ДТП с участием машин скорой популярны в интернете. Здесь и столкновения, и перевороты. А этот эпизод у метромоста в центре Омска знаменит на всю страну. Бригада спешила к пациентке, а в итоге пострадала сама. Раза четыре перевернулись, а дальше не помню ничего. Ну, с вами все в порядке? Ну, ничего, головой маленько ударился, а так ничего. И хорошо еще, что скорая спешила к пациентке, чтобы доставить ее на плановую операцию. А если это срочный вызов, когда счет идет на минуты? Такая ситуация хорошо знакома Алексею Квиткову, куда он и его коллеги спешат потушить пожар. Есть культура вождения, о том, что мой коллега сказал. Это первое. Второе, это, наверное, в том числе и громко-мужики, которые играют в машине и не просто не слышат те звуковые сигналы, которые подаются через автотранспорт. И в этом году, если взять статистику, то с участием, в том числе, одного пожарной машины прошу ДТП, который не пропустил водитель спецмашину, прошу ДТП. И, соответственно, подразделение не доехало до места вызова. Сейчас наказание для тех, кто игнорирует сирену и маячок машин со спецсигналом от 500 рублей до лишения прав на срок от одного до трех месяцев. С начала года в Омске произошли уже 14 таких ДТП. 16 человек пострадали. Вот и бригада той скорой, что перевернулась у Меги, до сих пор в больнице. Евгений Нифанов, Максим Мартынов, Антоносин. Детский сад на Левом берегу сегодня тушили силами собственных воспитанников. Дети боролись с настоящими огнетушителями и гидрантами с картонным пламенем. Спасательную операцию провели под присмотром сотрудников МЧС. 119-й. Группа номер 6. Пожар. Пожар горит. При пожаре звонить 0-1. Главное правило. Противопожарное дело воспитанники детского сада осваивают от начала и до конца. Несколькими правилами уже щедро делятся. Почти нельзя брать пички, а то эти зажигут, потом... А можно... Вот вытащится весь пожар. Весь дом пожарится. Как выглядит дом в огне, наглядно демонстрирует мозаика. Ева уже знает про опасность спичек, но добавляет в список запретов еще несколько личных наблюдений. Нельзя играть спичками. А еще? Еще нельзя без спроса просто так лазить куда-то или просто в камин там взять самому, если бросить туда что-нибудь. Это очень опасно. Но если пожар все-таки случился, его нужно тушить. Борьбу с огнем можно начать с помощью огнетушителя. Прицеливаться нужно прямиком в пламя. Это и эффективно, и эффектно. Огнетушитель хорош для небольших участков. Серьезные возгорания побеждают пожарными расчетами. Опытный огнеборец Евгений Цымбалюк считает, даже для малышей такие уроки полезны. Сам не раз видел, как дети спасали сверстников и даже взрослых. Много случаев известно, когда дети выносят, кому-то помогают из дома, горячего выносят, выводят. То есть они уже как бы знают, не боятся этого и ориентируются быстрее в экстремальной ситуации. Эти уроки, они очень помогают детям для того, чтобы, так сказать, выжить в экстремальной ситуации. В рамках данного мероприятия детки у нас ознакомятся с комплектацией пожарной техникой, смогут на скорость одеть пожарную боевую одежду, правильно применять период числа пожаротрушения при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций, которое в будущем может им помочь для предотвращения какой-то чрезвычайной ситуации. Сегодня дети спасли свой детский сад, а заодно полили цветы и помыли территорию. Николай Евенко и Максим Мартынов. Антенна 7. И еще в выпуске о теме здоровья. Болит в груди, бегом в больницу. Появилась постоянная изжога прямиком к врачу. Специалисты бьют тревогу. Несмотря на развитие медицины, многие заболевания диагностируют на слишком поздних этапах. Всему виной зачастую нежелание людей наведываться в больницы и тратить время на исследования. Но даже профилактические осмотры могут спасти жизнь. Сегодня в этом убедились мои коллеги Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Сейчас в отделении хирургии 30 человек. 14 из них таракальных, то есть с патологиями органов грудной клетки. Некоторым уже провели операции, и они в состоянии рассказать о том, как протекала их болезнь. Александру Григорьевичу удалили часть легкого. Заболевание серьезное, и промедление с операцией грозило тяжелыми последствиями. Никаких жалоб или симптомов. Плановое обследование на работе, данные флюорографии и рентгена выявили образование в легком. Скорее всего, наверное, так оно получилось, что вовремя. Что это не затянуто, не в какой-то последней стадии, а в начальной. Что пройдет это более-менее безболезненно и с более удачным исходом. Часть легкого удалили через несколько проколов. Сейчас из тела Александра Григорьевича отходят несколько трубок, по которым стекает жидкость. Этот процесс затянется, ведь пациент многолетний курильщик. Но сейчас, сидя на больничной койке, обещает, к табаку не вернется. А вот сосед по палате Игорь Владимирович не курит. У него появились боли в груди. Несколько дней держалась температура. Диагноз – плеврит легкого. Это заболевание возникает у людей на фоне переохлаждения, снижения иммунитета. Это воспалительное заболевание, так же, как пневмония, только охватывает оно плевральные листки. Те листки, которые с одной стороны покрывают грудную стенку, с другой покрывают легкое, чтобы с легкой очень хорошо, мягко скользило в норме по грудной стенке. Операцию провели также эндоскопическим методом, то есть через несколько проколов. Кстати, больше половины операции проводят именно так. Хирург Илья Зедьков настаивает. Отказываться от плановых медицинских обследований, прохождения флюорографии нельзя. Ведь каждую болезнь можно обнаружить в конкретный момент, когда ее можно визуализировать, то есть увидеть. Флюорография позволяет выявить маленькие уже очаги, но они должны достигнуть определенного размера. Там 3-4 миллиметра и больше. До этого, естественно, никакими методами мы не выявим это образование. Но чтобы не прозевать, опухоль развивается она не за месяц, не за два. Она развивается годами также. Поэтому ежегодный профосмотр позволяет выявить большинство заболеваний именно на ранних стадиях. Даже если его не выявили в том году, не значит, что его не было, но значит, что его просто выявить было невозможно зачастую. Оба этих случая объединяет не только область заболевания, грудная клетка, но и то, что люди вовремя обратились за помощью. Через день или два и Александр Григорьевич и Игорь Владимирович покинут больницу. Мужчины вернутся к привычному образу жизни. Денис Сонов, Сергей Гаврилов, Антена 7. Сдвинули вниз. Девятиэтажный дом на улице Добровольского вот уже четыре года опускается в конец очереди по капитальному ремонту. В 2014 году суд обязал департамент городского хозяйства провести в здании ряд работ. За все это время отремонтировали только крышу. Что не выполнила местная власть и выполнит ли вообще, узнали Ксения Бессараб и Юрий Дорошенко. Жуткое дело. Вот это наш коридор, который вот сейчас снимали. Фотографии на компьютере единственное, что сейчас напоминает о вечно текущей крыше. Татьяна Альт показывает те условия, в которых они с мужем выживали как могли. Сейчас, спустя три года, семья уже успела забыть запах плесени. В 2014 году по решению суда специалисты департамента городского хозяйства отремонтировали крышу. Тогда для мягкой кровли требовалось 3 миллиона рублей, а выделить смогли только 1 миллион 600 тысяч. Крышу сделали очень хорошо, я там все контролировала, все это снималось, стыки, все было стяжко, все было сделано очень хорошо. Ну вот у нас теперь вопрос, фасад разваливается, протекает от дождя вот эти вот панели, люди замерзают, и снег зимой, и влажные стены от дождя осенью и летом. Герметизация стыков и окраска фасада – те работы, которые местными властями откладываются на неопределенный срок. Еще 4 года назад дом был 347-м в очереди, а сейчас 354-й. Заполнять пустоты между панелями приходится своими силами. Люди вынуждены идти на крайние меры. Например, жильцы этой квартиры сделали заплатку из битума и цемента. Говорят, что так дует меньше, однако и это не спасает. Мерзнуть придется и этой зимой. Причину медленного движения очереди муниципалитет указал в официальном документе. Наталья Гармаш показывает ответ администрации на их коллективное обращение. За 4 года очередь дома сдвинулась всего на 9 пунктов, потому что постоянно появляются новые судебные акты без указания срока исполнения. Они и в приоритете. У этого же дома срок был определен. Динамика получается за 2 года 9 домов всего. Если считать, что у нас определена дата. Определена дата 31 декабря 2014 года. Были 347-е, стали 363-е, потом 354-е. Вот сейчас мы 354-е. На 9 сентября я уточняла у судебных приставов. Подъезды, межэтажные двери, отмостки. За 40 лет у здания накопился целый список для ремонта. Но самым опасным люди считают подвал. Там внизу ржавчина съедает 30-метровую трубу с холодной водой. Она, кстати, тоже в списке на капитальный ремонт. Эта труба, или как официально ее называют по документам, ввод холодной воды просто рассыпается по кусочкам. Местные с юмором говорят, что скоро в подвале у них будет фонтан. Муниципалитет предлагал жителям дома заключить мировое соглашение, по которому можно было выбрать одну из всех перечисленных работ. Самую важную. Это означало бы, что постановление суда аннулируется. На такие условия жильцы не согласны. В 2016 году люди снова написали властям обращение, на что пришел ответ. Определить конкретные сроки проведения работ по капитальному ремонту дома не представляется возможным. В департамент городского хозяйства и мы отправили запрос. А сейчас ждем ответа на главный вопрос. Представилось ли возможным спустя год определить конкретный срок. Ксения Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна-7. В Омске перестали работать фонтаны. Специалисты приступили к консервации системы на зиму. Воду из чаш сооружений уже слили. Сейчас у рабочих самый интересный этап – уборка дна фонтанов. Какие драгоценности хранит в себе музыкальный и где находится его сердце, узнал Ксения Тойчкина. Воду из музыкального фонтана сливают в три раза за сезон. На дне, кроме песка и мусора, всегда есть монеты разного достоинства. По словам рабочих, улов не всегда существенный. За одну чистку можно собрать от 200 до 300 рублей. Лишь однажды, чтобы уместить клад, потребовалось пятилитровое ведро. В обслуживающей организации сотрудникам разрешают потратить найденные деньги на собственные нужды. К приезду нашей съемочной группы собирать было уже нечего. Рабочие приступили к чистке чаши сооружения от мусора и песка. На зиму необходимо также снять все декоративные элементы. Под ними может остаться вода. Остатки воды нужно удалить из всех труб. Их специально продувают компрессором. Если этого не сделать в морозы, водонапорная система придет в негодность. И летом фонтан без ремонта уже не заработает. Сердце фонтана находится под землей в насосной станции. Раньше он был задуман как по-настоящему музыкальный. 15 лет назад струи фонтаны подавались с помощью вот этих клапанов в ритм музыки. Сейчас их выставляют вручную. Сердце музыкального фонтана давно нуждается в перезапуске, считает начальник цеха эксплуатации Сергей Засядько. По его словам, система устарела. Каждую зиму двигатель снимают и отправляют на частичный ремонт. Но это временная мера. Насосное оборудование не новое, далеко не новое. И вот эти мероприятия, которые согласно нашего ППР выполняются, продлевают его срок службы. Я считаю, что крайне необходимо уже пересмотреть все насосные, не то что насосные, а именно систему фонтанов. Потому что фонтаны были более 20 лет назад внедрены. И на том уровне, который они планировались, они уже, конечно, претерпели много изменений, не в лучшую сторону. Хотелось бы, конечно, лицо города, чтобы заиграло в том виде, в котором изначально планировалось. Реконструкция – дело затратное, отвечают ресурсникам в местной администрации. Пока денег в бюджете города хватает только на частичный ремонт и поддержание работы фонтанов в нынешнем состоянии. К слову, самый старый находится в сквере 30-летия в ЛКСМ. Ему 61 год. Ксения Тойчкина, Юрий Дорошенко, Антена 7. Теперь о спорте. «Авангард» в гостях забросил 7 шайб Югре. И это первая победа ястребов в чемпионате с крупным счетом. Наши хоккеисты быстро повели, хорошо использовали голевые моменты. В первом периоде отличились Семен Кошелев и Денис Эвеберг. На 25-й минуте Валентин Пьянов забил третий гол. Затем наши хоккеисты успешно сыграли в большинстве. Кошелев, Максим Березин и Дмитрий Кугрышев увеличили преимущество «Авангарда» до шести шайб. На финише матча точно под перекладину бросил Александр Пережогин. «Авангард» победил 7-0. 17 сентября команды сыграют еще раз, но уже в Омске. Тем временем гандболисты Скифа настроены повторить достижения минувшего сезона. А мячи завоевали серебряные медали в чемпионате страны среди команд высшей лиги. За подготовкой наших следит Владимир Истомин. Быстрая атака, цепкая защита, пара неожиданных передач, бросок к кольцу, гол. Тренировочная игра в баскетбол по гандбольным правилам – хорошая наработка наших тренеров – Василия Сгонника и Николая Мельникова. Важное упражнение в подготовке Скифа. У игроков развивается скорость, игровое мышление. Выстояли в обороне, побежали в быструю атаку. Это игровой стиль Скифа. Лучший игрок двустороннего матча – Федор Степанов. Самый высокий гандболист нашей команды, цепко и жестко действовал в защите, успешно подключался в атаку. Сезонная подготовка пошла хорошо. Мы набрали силы. В защите будем играть всегда жестко и стоять за кольцами. Ну а в быстром нападении – это уже есть роль других ребят, которые будут бежать. Стремительный переход в атаку остается главным козырем омичей. Но появятся новые нюансы. По словам главного тренера Скифа Василия Сгонника, акцент будет сделан на сокращение тактических замен. Когда игрок специально выбегает со скамейки, чтобы усилить атаку или защиту, теряются драгоценные секунды. Будем стараться пытаться выдерживать темп, навязывать хороший темп в игре и держать его на протяжении долгого количества времени. Ключевым игроком перехода будет Альберт Матюхов. 23-летний нападающий в минувшем сезоне играл в Суперлиге за Челябинское «Динамо». В межсезонье вернулся в родной клуб. Быстро восстановил игровые связи с основными игроками линии атаки – Владимиром Нагорным и Олегом Небосенко. И добавил новые моменты. Игроки Скифа стали больше работать над умением видеть площадку, отдать быстрый пас. Матюхов тренировал броски. У меня бросок, ну, так скажем, таких данных нет, чтобы высоко прыгать, там, с дальней позиции бросать. Я бросаю так, подходя к защитнику, и из-под игрока брошу, из-под него. Ему тяжелее заблокировать этот бросок, и вратарю тяжелее увидеть. Новые неожиданные броски – вызов для вратарей. В команде два хороших голкипера – Сергей Колесников и Вячеслав Шуйский. Первым номером будет Колесников. Опытный вратарь играет в команде восьмой сезон, постоянно совершенствует свое мастерство в соперничестве с форвардами противника. Играть нестандартно. Именно, играть нестандартно. Например, в первый момент ты открыл угол, и потом закрыл другой. Во второй момент ты наброшусь, стоишь до конца. В третий момент, ну, то есть нужно с ним где-то поиграть, где-то постоять до конца. Где-то вытянуть его на свой угол, закрыть другой. Первые матчи чемпионата «Скиф» проведет в начале октября. Календарь появится в ближайшее время. Известно, что лига станет сильнее. В ней появится несколько новых команд. Сколь успешно начнет «Скиф» новый чемпионат, узнаем уже в ближайшее время. Команда очень рассчитывает на сильный старт. Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. На этом все. До встречи в следующих выпусках. А далее рекламная информация. Амичи могут попробовать новые десерты в ресторане «Макдоналдс». В эти выходные в одном из кафе города прошла дегустация новинок. «Макдоналдс» пополнил меню новыми сладкими блюдами. Три премиальных десерта – яблочный пирог, шоколадный мусс и чизкейк. Дегустаторы в восторге от новинок. Мне очень понравился шоколадный мусс и чизкейк. Они очень нежные и очень вкусные. То есть для чизкейка можно давать детям. Песочный бисквит с нежным творожным сыром, пирог с дольками яблока, украшенный тонким слоем корицы с лепестками жареного миндаля и воздушный шоколадный мусс с бельгийским шоколадом предложили попробовать Амичам на бесплатной дегустации. Как мы поняли, что дегустация чего-то будет проводиться, ну и не ошиблись. Чизкейк раньше не особо пробовал, и вот удалось вкусить, так сказать. Я хотел попробовать, и вот мне представилась такая возможность. Теперь буду приходить заказывать в Макдональдс. Десерты делают из натуральных продуктов по оригинальным рецептам. Это понравится не только взрослым, но и детям. Первая всероссийская ювелирная выставка продажа в «Росювелирторг» в Любинском. Более 25 заводов. Украшения по цене производителя. С 15 по 25 сентября. Ленина 5. Осенила на покупку! Встречайте! Новые коллекции стильной и удобной одежды и обуви в континенте. «Росювелирторг» стал лучшим семейным ювелирным магазином 2017 года по итогам международного конкурса в Москве. Убедитесь сами. Ленина 5. Ваш первый семейный. Пуховик. Он и в Африке пуховик. Но в России знают, что такое настоящая зима. Покупай российские пуховики. Форпост. Мира 27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова